Привет! Меня зовут Светлана и вы на моем канале Свет Вышивки, видео на котором посвящены вышивке и чтению. На календаре 26 ноября 2022 года. Сегодня в видео все, друзья, традиционно, то есть первая часть будет посвящена вышивке, в которой вашему вниманию я представлю финиш и продвижение, а вторая часть будет посвящена знаменитым мистическим явлениям. Сегодня, друзья, мы окажемся в Парижской опере, ставшей местом обитания знаменитого призрака. А сейчас вышивка. И начать я хочу этот раздел с дополнительного процесса, который и финишировал благополучно. Да, уже завершен, как вы догадались, рождественский сюжет «Святой Николай в епископском» с детками. Святой Николай – чудотворец, благодетель, волшебник. В ночь на 19 декабря, в день его памяти, он разносит подарки детям, поздравляет с зимой, благословляет на добрые дела. Святой Николай жил в 270-345 годах до нашей эры в семье богатых и благочестивых родителей Феофана и Нонны. Юноша рос в любви и добре, но его глубоко огорчала окружающая бедность и убогость горожан. Чтобы не унижать людей милостыней, он по ночам разносил еду, одежду, лакомства и клал на пороги бедных дому. Со временем люди узнали про благодетеля и уже открыто шли к нему со своими бедами и проблемами. Еще в юном возрасте он стал отцом для сирот, милостивым подателем для бедных, в беде помощником, в горе, утешителем. Николай оставил светскую жизнь и отдался службе Господу. Продал после смерти родителей все добро, деньги раздал убогим и нищим, а сам отправился паломником в Палестину. Вернувшись, стал священником, а со временем – епископом. Во время гонений христианской веры его бросили в тюрьму, а при правлении Константина Великого освободили. На старости лет отец Николай принял монашество. Еще при жизни люди считали отца Николая святым. Один раз он горячей молитвой успокоил бурю на море и спас немало рыбаков и корабль, на котором паломники плыли в Палестину. Николай мог исцелять коллег, больных, неоднократно спасал приговоренных к казни. Но самой большой его заслугой было то, что он безмерно любил всех людей, ценил каждого отдельного человека. Его жизнь – это любовь и служение людям. По легенде, святой Николай живет в раю на небесах и раз в год спускается на землю, чтобы прийти к деткам и принести им подарки за хорошую учебу, вежливое поведение, уважение к родителям и старшим людям. Святой Николай все знает про деток. Все хорошее и плохое записано у него в большой книге, которую ему целый год помогают заполнять ангелы. А если какой-то ребенок вел себя плохо и не хотел учиться, то вместо святого Николая в волшебную декабрьскую ночь к нему придет чертенок Антыпка. Он оставит под подушкой непослушного пучок квербовых розк. Иногда бьют не ради мучения, а ради учения. Но это бывает очень редко, потому что детки у нас все послушные и хорошо учатся на радость родителям. В день святого Николая традиционно кладут подарки в носки. У этого символического атрибута также существует своя история. Давным-давно жили три сестры. Из-за того, что они были очень бедными, никто не хотел их брать в жены. Накануне праздника Рождества святой Николай бросил через каминную трубу три мешочка с золотыми монетами. В этот вечер сестры развешали у камина сушить выстиранные чулочки. В них и попали брошенные Николаем монетки. Это был не единственный случай, когда святой помогал бедным семьям. Он часто незаметно подкидывал в дома сладости, деньги, лекарства, продукты. С тех пор и существует традиция. Детки кладут у двери или под окном начищенный ботинок, а рядом с ним пучок сена или морковку, чтобы ослик святого Николая не прошел мимо. В домах и по нынешний день вешают носочки для подарков. Благодаря доброму имени святого Николая каждый из нас может в этот день прийти к детям со сказкой и отметить хорошую учебу и послушание. А теперь, друзья, непосредственно уже о вышивке. Но все по порядку. Друзья, в комментарии поступил вопрос, как ведет себя металлизированная нить после стирки. Как выглядит. Ну вот сейчас мы с вами посмотрим. Я снимаю непосредственно передводной процедурой работу. А затем мы с вами увидим, как это будет выглядеть после. Вот поблескивает ткань. И металлик вроде бы видно. Ну, конечно, камера искажает. Ну, посмотрим. Ну вот, друзья, я уже постирала и отутюжила работу. И хочу продемонстрировать, как мы с вами и договаривались, как ведет себя металлизированная нить после стирки и утюжки. Ну, камера, конечно, не передает, так как выглядит это все на самом деле. Но что-то поблескивает, да. Я хочу сказать, что не поменялось ничего. Ну, как стирка. Я намочила вышивку, чтобы разметка отошла. И все. Все блестит, как и блестело, друзья. Поэтому не опасайтесь использовать данную нить в работе. Ну, вот так, друзья. Вот и эксперимент прошел успешно. Да, уже завершен, как вы догадались, рождественский сюжет. Святой Николай в Епископском с детками. Схема данной вышивки, друзья, была разработана по старинной открыточке. Сейчас я выведу ее вам на экран. Да. И вот так это выглядит в вышивке. Очень, друзья, мне понравилось вышивать детки. На схеме было не очень понятно. А вот когда вышиваешь, все эти детальки хорошо просматриваются. Вот как младший братик сзади за фартушек дергает сестричку, чтобы она в своих мальпах и просьбах не забыла и о его просьбах и мечтаниях, чтобы обязательно озвучила его пожелания святому Николаю. Вот святой Николай благословляет их на добрые поступки, на добрые дела. И взамен на послушание и хорошую учебу приготовил подарки. И девочка, и мальчик в фартушках. Они помогают родителям по хозяйству. Вот такие ребятки получились. Прекрасно разработана схема. Переданы хорошо и складочки на одежде. Как я уже в прошлом видео повторяла, растяжка цвета мне понравилась. Все достаточно натурально выглядит. И лица проработаны хорошо, и одеяния Николая. Игрушки, все понятно, все хорошо просматривается. Ну что, мне нравится. Да, и сюжет, и работа над ним принесла массу удовольствия, друзья. Теперь, друзья, предлагаю вашему вниманию результат моей работы за прошедшую неделю по основному процессу. Напомню, я вышиваю картину «Любимая мелодия». По схеме отортили белые кроли, которые разработали ее по картине великого итальянского художника Евгению Эдуарду Дзампиги. Размер схемы 576 на 420 стежков. 200 цветов задействовано в работе, 102 из которых бленды. Я вышиваю крестиком в два сложения нити на аиде 18 каунта. Вот так, друзья, моя работа должна будет выглядеть в итоге. Сейчас, напомню, в процессе вышивки уже половина третьей завершающей части картины, которая называется «Анна». Перед нами она. На начало отчетного периода она выглядела вот так. А вот так картина выглядит сейчас, 26 ноября. Для любителей математики озвучу результат в цифрах. Вышито 86,7% картины. В крестиках это составляет 209 824 стежка. За отчетный период мне удалось вышить 3513 крестиков. И до полного окончания работы осталось 32 096. На прошлой неделе я все-таки решила идти привычным путем, то есть двигаться, как вы видите, вправо, а затем уже переходить на участки ниже. И когда они полностью осталось, вот как вы видите, два участка будут вышиты, Аннушку ждет перемотка. Ну, я надеюсь, не полная. Будем ее все-таки мы еще какое-то время лицезреть. Да, рукодельничаем мы с Аннушкой потихоньку, зачастую в тишине, в темноте, под фонариком, телефонным ям, а Анна под масляной лампой. Помните, в одном из видео мы как раз гадали, что это за предмет на комоде под картиной. Ну, а затем благополучно разобрались, что и амфора рядом стоит, желтенькая с маслом, и осветительный прибор. А еще камин у Анны есть, согревающий. Джузеппе с гармошкой, когда не занят, с удовольствием развлекает нас. Розочка-болтушка, когда прибегает из соседней хлебной лавки, у нее всегда куча новостей, и нам совсем не скучно. В общем, компашечка у нас собирается теплая, то, что надо, и я очень люблю засиживаться с ними. Но, ввиду частого выключения света, я вышиваю, напомню, по электронной схеме, на планшете, а гаджеты имеют свойство разряжаться. Поэтому мне приходилось переходить на вышивку Николая. Он вышивался по бумажной схеме, вы помните, что и привело его к скорому и удачному финишу. Но при этом затормозило развитие на конве Анны. Так что, друзья, кто ожидает скорого ее появления, придется еще какое-то время подождать. А еще ведь и игрушки новогодние подоспели. Одним словом, ждем. Да, надо подождать. Правильно. Будем ждать. Сдавай. Ну вот, друзья, мы с вами и подошли ко второй части видео. Наш клуб по обыкновению любезно распахнул свои двери. Так что, друзья, настраиваемся на нужный лад и отправляемся в Парижскую оперу. Призрак оперы. Наверное, не найдется человека, который бы не слышал о призраке Парижской оперы. Его история впервые была описана Гастоном Леру в мистическом романе «Призрак оперы» в начале прошлого столетия. Здесь мне все-таки хочется напомнить о сюжете. Коротко. Действие происходит в 1881 году. На сцене театра идет репетиция. Главную роль исполняет Карлотта. В театре появился директор оперы. Миссия Лефевр привел с собой двух господ. Новые директора любуются прекрасным балетом. Их внимание привлекла Кристина. Мадам жюри сообщила, что девушка живет при театре со дня смерти своего отца, известного скрипача. Новые владельцы просят Карлотту спеть. Во время исполнения арии задник декорации падает на Карлотту. Рабочие сцены утверждают, что это проделки призрака. Примадонна в гневе покидает театр. Мадам жюри предлагает дать возможность спеть Кристине. Голос девушки прекрасен. Викот де Шаньи узнал в Кристине ту девочку, с которой играл в детстве. Мэг спрашивает Кристину, кто научил ее так прекрасно петь. Девушка рассказала подруге о том, что отец обещал прислать к ней ангела музыки. И он сдержал свое обещание. Рауль приглашает Кристину на ужин. Девушка хочет отказаться. Она говорит, что ангел музыки очень строг. В комнате Кристины раздается чудный голос. Кристина проходит через зеркало. Она следует за загадочной фигурой в черном плаще. Лицо неизвестного скрыто под маской. Призрак ведет девушку по таинственным коридорам. Великолепные статуи, горящие свечи встречают их. В лодке призрак везет девушку по подземному озеру. По пути он приказывает ученице петь вместе с ним. Лодка достигла убежища призрака. Кристина испугана куклой, одетой в свадебный наряд. Она похожа на девушку. При ее виде Кристина теряет сознание. Утром она проснулась от звука в музыке. Девушка сняла маску с лица призрака, чем разгневала его. Директора получили письма от призрака. Он напоминает об успехе Кристине, а также о своем жаловании. В театре появляется и Рауль. Он получил письмо. В нем написано, что Виконту не следует искать Кристину. Ангел музыки взял ее под свою опеку. Примадонна тоже получила письмо. В нем написано, что место Карлотты займет Кристина. Призрак оперы вернул Кристину в театр. А еще он приказал отдать роль графине девушке, а роль пажа Карлотте. И если его не послушают, случится несчастье. Карлотта в гневе. Директора уговаривают ее остаться. Опера началась. Карлотта исполняет роль графини. Роль без слов отдали Кристине. Все услышали голос призрака. После его грозных слов Примадонна потеряла голос. Чтобы успокоить публику, директора просят всех посмотреть балет. Во время балета с потолка обрушилось тело буке. Призрак повесил его. Кристина говорит Раулю, что боится ангела музыки. Викон признался девушке в любви. Призрак слышит его слова. В театре устроили маскарад. На него явился и призрак. У него и есть что сказать всем присутствующим. Кристине же призрак сказал, что девушка принадлежит ему. Рауль преследует его, но Викон да остановила мадам жюри. Она поведала Раулю историю призрака. В театре готовят к постановке оперу Дон Жуан. Кристина навещает могилу отца. Из часовни она слышит прекрасный голос. Девушка идет к часовне, но ее остановил Рауль. Начинается поединок Рауля с призраком. Но Кристина остановила жениха. Влюбленные убежали. Призрак объявляет им войну. Опера началась. На сцену выходит Дон Жуан. Во время исполнения партии Кристина сняла маску с партнера. Все увидели жуткое лицо призрака. Он проваливается под сцену вместе с Кристиной. Призрак уже в своем убежище. Кристина с ним. В подземном убежище появляется Рауль. Призрак хочет убить его. Он велит Кристине выбирать. Если девушка останется с ним, Рауль будет жить. И Кристина сделала свой выбор. Она готова остаться с ангелом музыки. Доброта Кристины поразила призрака. Он отпустил девушку и Рауля. Когда люди ворвались в убежище призрака оперы, они не нашли его. Мэтт нашла только маску. Ну вот так, друзья, если коротко. Ну а теперь продолжим. Но по-настоящему популярная настала с появлением кинематографа. Различные версии легенды получили воплощение в целом ряде фильмов. Первый из которых был снят в 1925 году. А знаменитый английский композитор Уэбер написал по мотивам книги знаменитый мюзикл. Вот уже почти сто лет не стихают споры о том, был ли призрак выдумкой писателя, или у него все же имеется реальный прототип. Прежде чем обратиться к судьбе несчастного призрака, давайте поговорим о здании, в котором разворачивались события. Как в книге, так и во всех ее кино и сценических версиях здание оперы является полноправным действующим лицом. И это далеко не случайно. По своему воздействию на умы парижан, опера немногим уступает воспетому в Гюго собору парижской богоматери. Она фигурирует во всех туристических путеводителях, хотя в свое время ее архитектор Шарль Гаранье выслушал немало упреков относительно своего детища. Императрица Евгения, от которой в немалой степени зависела судьба проекта, называла оперу «безвкусица» и говорила, что в ней нет стиля. К счастью, архитектор догадался вовремя подать остроумную реплику. «Это стиль Наполеона Третьего, мадам», ответил он, и судьба здания была решена. Несмотря на то, что в конкурсе проектов участвовал 171 архитектор, жюри отдалу предпочтение именно опере «Гаранье». Замысел «Гаранье» вправду был довольно смелым. В здании он совместил элементы испанского иезуитского стиля 17 века со стилем итальянского фасада эпохи Ренессанса. Опера строилась долго. Основной помехой стали подземные воды, которые постоянно скапливались под фундаментом. Шар «Гаранье» был почти в отчаянии. Вода могла стать серьезной опасностью для будущего строения. Но в конце концов выход удалось найти. Архитектор изолировал подвальное помещение, наиболее подверженное затоплению, при помощи двойной стены. Сам подземный приток запрудили, вследствие чего на самом нижнем подвальном уровне образовалось настоящее озеро. Еще до завершения строительства вокруг оперы ходили самые разные слухи. Во многом они были связаны с тем, что во времена Парижской коммуны революционеры заняли подвалы недостроенного здания. Часть из них превратилась в тюрьмы, а в некоторых, по слухам, совершались и казни. Еще одно бедствие постила оперу 28 октября 1873 года. В почти завершенном здании случился страшный пожар. Но уже спустя два года все строительные работы были завершены. Здание получилось просто огромное. По данным знатоку, архитектурные чертежи проекта, если бы их положили в ряд, протянулись бы на 33 километра. Леру привел несколько разрозненных статистических данных, но даже этот неполный перечень внушает уважение. В здании 2531 дверь и 7593 ключа, их отпирающие. Строение отапливают 14 печей. Если соединить все газовые трубы, то получится труба длиною в 25 километров. 9 резервуаров и 2 накопителя вмещают 84 тысячи литров воды, распределяемой по 22 829 трубам диаметром от 60 до 120 сантиметров. За музыкантами закреплено в фойе сотни шкафов для хранения инструментов. Таков был дом, ставший местом обитания знаменитого призрака оперы. Первое представление в опере состоялось 15 января 1875 года. На тот момент это был крупнейший театр в Европе. Но довольно скоро стали поговорить, что здание проклято. Пованом послужила история падения огромной люстры, произошедшей во время спектакля «Фауст». Эта сцена стала одним из эффектных кадров в последующих киноверсиях «Призрака оперы». Правда, жертвой стала всего одна консьержка. И едва ли такое было возможно. Достаточно взглянуть на люстру и представить себе траекторию ее падения. Как и многие парижские слухи, история с люстры на поверку оказалась сильно преувеличенной. Люстра осталась на месте, упал лишь один из ее 800-килограммовых противовесов, удерживающих массивную конструкцию. Позднее удалось выяснить, что произошло возгорание электрической проводки на чердачном этаже, и огонь перешег канат, на котором держался противовес. Но слухи об этом печальном событии не прекращались очень долго. Легенды о человеке, выдававшем себя за призрака Парижской оперы, появились позже. Лерут писал свою знаменитую книгу, основываясь на уже существовавшем мифе. Но в 1907 году миф неожиданно получил реальное подтверждение. Разумеется, никто не организовал экспедиции в подвалы оперы, чтобы найти Эрика. Все было более прозаично. Меценат Альфред Кларк подарил театру коллекцию фонографических записей, и для нее потребовалось хранилище. В поисках подходящего места рабочие разбились в стену и обнаружили небольшое помещение. В нем был Нэттин скелет с асимметричным строением черепа. Тогда кто-то из администрации вспомнил о Берике, хотя известно о нем было не так уж и много. Если принять во внимание разные варианты кинолента «Призраки» оперы, то можно выделить три факта, на которых, собственно, и строится образ Эрика. Прежде всего, этот человек был настоящим гением, но одновременно с этим чудовищем, по крайней мере, внешне. Наконец, Эрик был влюблен в молодую талантливую певицу Кристину Дэй. Эти сведения о «Призраке» вполне соответствуют действительности, правда, в несколько преувеличенном виде. Судя по строению найденного черепа, Эрик действительно не был красавцем, но и чудовищем его назвать сложно, несмотря на очевидное уродство. В разных вариантах биографии Эрика его фамилии история не сохранила. Немало разночтений. Одни исследователи утверждают, что он родом из Персии, другие полагают, что Персию он только посещал и обучился там фокусам и чревовещанию. Как бы то ни было, первую часть своей жизни Эрик провел скитание. Он путешествовал из страны в страну, зарабатывая на жизнь выступлениями на ярмарках. Однажды он приехал в Париж как раз в то время, когда Гарнье ломал голову над тем, как отвезти подземные воды из-под фундамента здания. По одним данным, Эрик оказал архитектору помощь в решении этой проблемы по-другим. Он просто работал на стройке каменщиком. Но так или иначе, ему удалось получить от администрации театра разрешение построить себе в огромных подвалах оперы небольшую квартирку. Там он и остался жив. Подвалы оперы как нельзя лучше подходили для Эрика. Там он мог чувствовать себя в безопасности от насмешек толпы. Ему никто не мешал заниматься творчеством, ведь, несмотря на отталкивающую внешность, прототип призрака был человеком многих дарований. К тому же, наделенным чувством прекрасного. Опера стала его миром, и он изучил его лучше, чем многие ее обитатели. Артисты, музыканты и подсобные рабочие. Что же касается возвышенной истории любви призрака и начинающей солистки, она правдива только отчасти. Среди хористок оперы и в самом деле была девушку, которую звали Кристина Дэй. Правда, ее вокальные данные и талант вовсе не были выдающимися. Да и уроков вокала Эрик ей не давал. Однако между молодыми людьми и в самом деле возникло некое чувство. Эрик предложил девушке руку из сердца. Она поначалу согласилась и около двух недель провела в подземном жилище Эрика. Но потом ушла. Он не смог этого вынести, замуровал вход в свое жилище. И умер там от голода и отчаяния. Впрочем, относительно возлюбленной призрака существует еще одна версия. Вполне возможно, что портрет Кристины Дэй Леру написал другой девушке, Кристиной Нильсом, которую называли «шведским соловьем». Писатель впервые увидел ее, когда был подростком и встречался с певицей еще несколько раз. Он был в таком восторге от ее таланта и женственности, что впоследствии давал имя Кристина нескольким героиням своих произведений. Кристине Дэй Леру приписал несколько фактов из биографии Кристины Нильсона. И героиня и ее прототип вышли замуж за граб. И та и другая после свадьбы никогда не возвращались в Париж по настоянию супруга. Гастон Леру в свое время утверждал, что призрак оперы реально существующее лицо. Однако данных, кроме устных рассказов, записанных спустя несколько лет, а иногда и десятилетий после реальных событий, не так уж много. В какой-то мере прояснить ситуацию помогли бы черновики Леру и его дневник, но они пока что не опубликованы. Самым полным и тщательным исследованием истории Парижского призрака является статья Мадам де Вейли «Сотрудница оперы», которая провела собственное расследование. В статье приводятся некоторые данные, которых нет в других источниках. Например, называется приблизительное время 30-40-х годов XIX века и месторождение Эрика деревня Дернеталь под Руаном. Упоминается также о том, что на руке скелета, обнаруженного в подвале оперы в 1907 году, было золотое кольцо, на котором были выгравированы буквы. К сожалению, во время войны кольцо бесследно пропало, также, как и значительная часть архива, который мог пролить свет на судьбу Эрика и помочь выяснить его настоящее имя. Однако, легенда о призраке оперы продолжает существовать. Говорят, что до сих пор в контрактах директоров Парижского оперного театра сохраняется пункт, который запрещает сдавать ложу номер 5 в первом ярусе кому бы то ни было. Это ложа Эрика. Призрак иногда появляется там, приходя всякий раз через некоторое время после начала спектакля. Впрочем, люди, знакомые с миром театра не понаслышке, говорят, свой призрак есть у каждой из европейских опер. Просто Парижской оперы повезло с Гастуном Леру, а другие еще только ожидают своего писателя. Вот так, друзья, вот такой экскурс у нас сегодня был с вами по Парижской опере. Пишите комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема понравилась. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Спасибо за просмотр, а на сегодня все. Пока-пока. ваше мнение. Спасибо за субтитры,